Друзья, еще раз, вот мы врываемся на игру Dragon Kent против Proxy Gaming. Они будут бороться за выход в финал лузеров. С вами по-прежнему я, Морис и Александр. Всем привет, еще раз, кто не слышал. Ну вот, друзья, всем привет, еще раз. Мы сегодня комментировали достаточно много игр и сегодня все завершится. Но и сейчас очень интересный матч. Обе команды друга достойны, как минимум. Так что будем смотреть. Слушай, у тебя первый пик есть, у меня такой баг уже, по-моему, вторую игру. Да-да-да, у меня тоже такой баг был, но у меня есть первый пик у Dragon Kent, а это Darkseer у тебя, скорее всего, нету еще двух пацанов у Proxima, да? У меня один нет, у меня по одному у пиков нету. Понятно, ну в общем Darkseer у Dragon Kent first pick, а у команды Proxima Undying first pick, а потом Victor Vernon ты ее уже видишь. Ага, все понятно. Сейчас чуточку тебе припали по звуку. Давай-давай. Все, прибавил. Ну, слушай, в интервью, ну смотри, у нас опять же дефолт, да, в банах, а? Квапа, Алхимик, Думбрингер. А, смотри, вы же Клинкза забанили. Смотри, Алхимика банили, понятно еще почему. В прошлой игре Dragon Kent играли с командой NBK, и там они с помощью этого Алхимика творили грязь, они его в мидл поставили, и у него там был вообще топовый надворс. Пацан был реально потный, толстый и всех ходил, убивал, поэтому они забанили эту Алхимика еще, возможно, и по этой причине. Ну, смотри, вот, Клинкза забанили только по этой причине. Просто он в прошлой игре убивал за пару тысяч гирокоптера, 2000, у него там было 900 или 1000 урона, ну, с критами, естественно. Ну, в общем, из-за этого его и забанили, я думаю. Ну, вот, ребята, смотрят игры друг друга, делают какие-то выводы, ну, и делают эти баны. Кстати, да, у тебя прям сбылось предсказание, у меня теперь первых двух не видно в Dragon Kent. Ну, это правильно. Ну, это, у них в итоге Windranger, Windranger есть, VR-ка, ну, вот только Darksir VR-ка, понятно, что, скорее всего, сложно дадут Darksir, а это VR-ка, скорее всего, у нас вообще в мидл пойдет. Думаешь? Да, я думаю, что это будет как-то так. Гирокоптер, Windr, Визерна и Undying, это скорее... Хотя, в Undying сложно сказать, но Винтер, Визерна, с Гирокоптером точно пойдет фармить вместе. Нет, у них еще героя сложные и нету героя, по идее. Хотя, если Undying только туда не засунут сложную, то у них нету героя, как минимум в мидл. Им нужен герой. Гирокоптер, как минимум, Раду. Этот Тускар, скорее всего, на триплу пойдет. Да, ну, мне гирокоптер, знаешь, он будет заходить точно. Допустим, я не видел еще гирокоптера от Proxy Gaming, в прошлый раз как-то и не сдалось. Сейчас они будут катать усиленно. Так, еще раз, то у них на первом пике у Proxima? У Proxima Undying и Винтер, Визерна. Undying, да, Undying. А у ДК? У ДК Darksir Windranger. Darksir Windranger, да, понятно. 5 секунд remaining. Ну, Виндра, ты сам заметил, что ее вообще не одевают с саппорта, как раньше было. Ну, да, это пойдет. Я думаю, что это чисто мидл будет в ВР-ка, потому что, ну, по-моему, Darksir сложный стоит. Хотя, знаешь, там опционально, посмотрим, кто пойдет в сложную у... Хотя никакой не опционально Darksir в мидл не пойдет. Виндрanger пойдет в мидл, Darksir в сложную. Вот так вот. Да. Я так считаю. Я, по крайней мере, пока я вижу пик. Ну, мидрanger, она, по-моему, всегда... Ну, не всегда, но 90% входит в мид, ну, по крайней мере, в игр, которую мы видели. А вот, Ир Шейкер, кстати. Шейкер сложная. Сложная Шейкера будет. Скорее всего. Ты видишь, Аватарки УДК. Майли Сайрус. А, ну да, 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 неплохо. Даже сразу же не в бане он был, и отличный герой. Его сразу же Dragon Kent забирают в себя. Надеюсь, и Вичдокторы не забанят. Потому что этих двух братьев постоянно в тандеме банят. Да он просто дараксирован, да не нужен сейчас Вичдоктор уже, понятное дело. Поэтому там хотя бы... В Райснинга, да, забанили. Мне нужен еще один корт-герой, Dragon Kent там, поэтому его, как бы, не дают взять в команде Dragon Kent. Если это ВР-ка идет в Middle Darkseer сложный, то вот с Туском и Даззлом нужен еще один какой-то такой вменяемый пацаненок, который будет неплохо Триплу стоять с ними. Ну, я так понимаю, Трипла это будет работать против Шейкера. Ну, посмотрим. Только, блин, меня Сагон сильно напрягает, что я пики не вижу. СССР забанили вас. Ну, тоже. Все время бывает в Бан Таверне, поэтому... Они понимают, что... Они понимают, что мидл-герой нужен их оппоненту, поэтому прекрасно банят чувака, который в Мидле отлично стоит. Ну, купайся... Купайся, это Пларка. Ну, да. Ну, да. Тогда такого может быть мид, получается, если нет альтернативы-то. Напротив, винт, тут еще нужно смотреть, что мид этот нужно ставить против Финд Рейнджер. Блин, ну, в принципе, в принципе, какого-нибудь Варлока, допустим. Но, опять же, Варлок... Ну, Тинкера взяли. Вот Тинкера. Ну, думаю, неплохо он зайдет. Особенно в лейт-гейме, он крайне напрягающий герой. Летает по всем линиям, пушит его и еще убивает с прокаста. Ну, в Варке, как бы, там будет не сильно спокойно стояться против этого Тинкера. Я так полагаю, если еще ему хелпа будет приходить, то в Варке там с такой, скажем так, завядной регулярностью будет там проседать в этом мидле. Конечно, Тинкеру нечем хватать и ТВР, там есть такие ребята, как Винтер и Верна, которые с этим будут справляться на ура, да и Шейкер тоже с Турой помогать будет. Ну, в общем, какие ставочки? На кого больше? Посмотрим последний пик Дрэгон Кинтор, потом уже будем какой-то вывод делать. Мне интересно, кого они возьмут еще себе? Крипту. Да нет, я не в плане пика, а в плане того, что, допустим, их прошлое достижение. Эмбер, ничего себе, здорово. Эмбер Спирит. Подожди, тогда... Стой, Эмбер Спирит. Тогда на Треплу у нас пойдет... Нет, подожди, 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 подожди. Эмбера, скорее всего, взяли против этого самого Тинкера, видимо. Ну да, чтобы его быстренько убивать. Ну, подожди, я в рецепт. Да, ты вылетел, вылетел еще и Герокоптер. У нас только вот мне одно интересно. Хорошо, ну, есть у вас, по крайней мере, два героя, которые неплохо отстоят в данной ситуации. Мидл, мне просто интересно, что в данной ситуации предпримут ребята из Dragon Kent. Я думаю, оттуда Эмбера в Мид. Думаешь, Эмбер пойдет в Мид, да? Ну, чтобы ВР-ка в это легко помогала, связывала и, возможно, что-то было. Допустим, как киллы. Ну, я не знаю. Ну, блин, по-моему, все-таки... Ну, хотя, если, знаешь, да, если, допустим, брать то, что они оба рыджевики будут, Вендера и Тинкер, то будет проще тут стоять, естественно, Вендере. Ну да, безусловно. Давай пройдусь по героям команды Dragon Kent и уже их оппонентов осветишь. Dragon Kent, Феркан играет нас на Тарксире, Барс на Эмберспирите, нечистая сила играет на Дазли, Сейвземурлок на Тускари и на ВР-очке будет катать Архангел. Так, ну и получается, за Силу Света в прокси-гейминг Габум играет на Геррокоптере, Фат на Виверни, Бекей на Тинкере и Ходор на Андайге. Ну и также Бенедикшн играет на Шейкере. Так, обычно Бенедикшн же, ну, как обычно, я увидел, что он играет на Кэрри-героях. Да, я видел, на Шейкере я его видел, ты че? Он играл уже на нем. Бенедикшн? Ну, на Шейкере он играл, но просто, я думал, он Кэрри просто себя здорово показывал в игре, много нафармил, видать, он 2-way hero, он может и там, и там отыгрывать. Ну, здорово. Ну, смотри, у нас выход будет куда-нибудь. Да нет, спокойно, просто одни заберут свою руну, другие свою руну. В прошлой игре, кстати, против Дрэгон Кентов, команда НБК предприняла такой наглый выпад, они с верхней руны просто пошли их встречать, как бы, на нижней, и в итоге отдали ФБ. Ну, неплохо. Переагрессировали, короче. Потом Дрэгон Кенты, как бы, сразу такую тему знают, спокойно заберут свою руну, и все разбитутся в Болине. Так, мы посмотрим на расстановочку. У нас с Дарксиро, ну, неудивительно, идет в сложную. А в Миттонус тут. Все-таки Архангел, скорее всего, на Вендре. Да. Да, Архангел на Вендрейнера, Барс пойдет топ, ему действительно нужен фарм, ему нужны большие, там, денежки. А, кстати, расстановочка-то у нас 2-1-2, получается, или как, или все-таки придет Вентроверно в топ. Нет, Вентроверно просто будет... Да, 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 да. Между Медлом и Линиями Другие помогать. Поэтому примерно 2-1-2. Ну, будет постоянно хоботить, спортить и той, и другой линии. Ну, и что-то у нас наверху будет. А, нет, не будет. Ну, в Орды все, в принципе, не меняется. В Орды снова доты, сейчас расставит и будет потом жестко угнить. Ну, и в Медус, слушай, как-то неприятно, думаю, будет стоять у нас Бикею. Будет у Архангел нашивать. Да тут Архангел будет проседать неплохо. Ну, да, если ему еще закидывать. Тинкер стоит, такой красивенький, из одетая буты. Иммортал. Ой, хорошая фиссура. Ну, и Архангел сейчас, наверное, получит тумаки. Слушай, походу умрет. Не хватает лазера. И... Нет, умирает точно. ФБ от Бикея. Ой-ой-ой. Вот Биг Дикшин вышел. Делал просто отличную отрезку от мира сего. Ну, и сделал хил. Да, видишь, ВР, когда против фисс демеджа, там, этот Виндран спасает. Но что сделать против спелл демеджа? То есть он уже никак его не задоджит. В итоге просто погиб, потому что ракета там, она вообще летит через всю карту. Ну, поэтому все-таки Архангела удалось забрать. Ну, да, будет миддл крайне интересный. Смотри, у нас наверху. Бенедикшин стоит прям максимально близко к оппонентам. Возможно, что-то будет. Сейф Замурлока его, видимо, даже не палит. Да-да-да. Оба, а вот спалил. Держи, друг. Просто на, держи. Дает тысячечки. Ну, и Сейф Замурлока дают урон. Туск убегает. Тут же будет сразу подсейф от команды ТК. Ну, и ставится томп, ну, и настроение он портит. Связка. Ходра. Демажит. Ходра она вряд ли отпустит. Ну, отдай их, стоит до конца. Сейф Замурлок убивает его. Ой-ой-ой. Ходр бежать. Смотри, Верн сзади залетает. Барсона. Ну, да, все. Верн тут подсейвила. Айбарса на развороте сейчас заберут. А маны-то нету. Что-то ребята очень жестко растаскали по карте. Пацанов из команды ТК. Ну, неплохо получилось. 2-0. В целом. Шоуренько Феркана. У него все тут спокойно, хорошо. Ему тут Кабум пока не особо мешает. Ну, в любом случае, тут Кабуму поприятнее стоять. Все-таки рейнджи-вик герой. Еще и настреливает этих крипов. И вот эти Айюншеллы не особо напрягают. Да, да, да. Прикольные роботы у тинкера. Ну, киперспорт. О, это у нас комочек. Какой-то алики залетает на Беке. Беке сразу закрывает его в барьер. У нас связка отлично. Нет, не отлично. Я никого не связал. Но Беке точно умирает. Еще минус, что маны нет у Бенедикшена. Ай-яй-яй, Архангел. Беке. Да, убивает точно Беке. И Бенедикшен на развороте сейчас даст минус по Архангелу. Нет. Отбивается он вовремя. Потратил 100 денег банку, которая стоит 100 денег. Но зато тебя засоет. Купил себе жизнь за 100 рублей, считай. Смотри, верно. А нет. Думал, будет агрессировать до конца. Но не вышло. Нанесу всего Феркана, в принципе, здорово. Кидает Айншел. Спокойно фармит на расстоянии. И Кабум просто вытесняет. Вот даже если взять, что он как бы рейджевик. У него слишком маленький радиус атаки, вернее, дальности. И из-за этого он страдает все-таки от Айншел. Поэтому неплохой выбор Афлейнера. Да и заметьте, что в команде ДК Дарксир чуть ли не в каждой игре бывает сложно. Да, Дарксир вообще сложно. Один из лучших героев. Если его не банят, то как бы в основном его спокойно душой забирают. Ну да, его банят, по-моему, вообще редко. Если вообще банят его. Нет, Дарксир бывает, банят против него очень нелегко. Особенно милишникам стоять. Каким-нибудь, например, я не знаю этим, пацанам там, кинг-жёстким, который вроде милишник, но при этом тоненький. Там тоже не постоишь против этого Дарксира. Поэтому это один из самых, наверное, лучших пиков в сложную. Ну да. Ну вот смотри, приходят на помощь Геррокоптеру Виттер Иверна. Возможно, будет стараться как-то бить Херкана. Нет, просто напрягает, ну и всё. Ничего не будет. А наверху смотри, как они близко стоят друг к другу. Бенедикшн, смотри, сейчас будет отрезать. Прямо. Вот она. Отрезал неплохо, но это мало чем помогло. Ну, у них просто демиджа не хватило бы, чтобы его забрать пока вдвоём. Они вряд ли смогут реализовать такой фраг. Если только не удастся пропилить этого Бенедикшна, уже Бенедикшна, говорю, Барса, а потом уже поймать. Ну вот потихоньку этим как раз он сейчас и занимается. Вытаскивает ХП из пропонентов. Ну, блин, Даззл там реально вейв качал. Хилинг, Circle on Healing он на 2 уже прокачал. А, не, Shadow Wave он прокачал на 2. И поэтому у Эмбера всё здорово. Он отхиливается мгновенно. Ну, у Эмбера у нас будет выход на пикея. Стоит у нас, готовится тускарище. Но радиус, конечно, слабоват для такого вырыва, который он запланировал. Тут ещё в лесах Винтер Верна ходит на всякий пожарный, так что даже если ворвутся, могут встрять ребята из Dragon Kent. Да, Верна ходит, делает дабл стаки. И закладывает основу. Так, наверху у нас очень больно. Ходор, Ходор адемажит, плюёт в него. Да, Сдал. Ну, и Ходора пониконечку билет. И... Ёй-ёй-ёй-ёй. Убивает, точно. Да. Ну, почти засейвил свои фиссуры. Шпала упала довольно ровно, но... Чуть-чуть бы был побыстрее бы Undying, и, возможно, он бы себя спас. Но, не получилось. 2-2 у нас счёт. Кстати, ребята прямо говорят, что будут идти назря в ноздрю. Никто не хочет задавать ни единого шанса вырваться вперёд по киллам. Что одна команда, что другая. Вот так вот. Вот это называется плотненький финал лузеров. Пускай лузеров. Ну и что же нас, миду происходит. Но, опять же, противостояние с ХГ стоит в БиКей против Архангела и Мурлока. Какого-то врыва явно пока не будет, но в планах забрать Тинкера точно. Ну и, как ты уже говорил, у нас стоит Виверна в лесах. Если что, так она подсейф. Кинь братскую помощь. Тут Барс у нас закрывает, но... Не так и хотелось бы. Вот как же мешает эта шпала? Ну, в принципе, Барсу не очень проблемно будет улететь. Так что такое себе. Атаковать именно Аббиро Спирита. Но если посмотреть, команда БиКей... О, команда БиКей. Команда Прокси Гейминг. Неплохо держится на своих линиях. Вообще, они не Прокси, а Прокси Мо. Прокси Мо. Прокси Мо, а не Прокси. Ну, корень, я можешь... Я просто пускаю Прокси, чтобы вот он Прокси Мо. Как-то мне не запоминается. Прокси Гейминг, вот так. Будем сокращать. Или ПиДжи, ПиГейминг. Обычно их ПГ называют. ПГ. ПГ. Не знаю, как это прям приелось в Прокси. Стрив-три на топе сейчас ситуация. И пока что никакого особо экшена-то не намечается. Потому что ребята из команды Прокси Мо играет очень... Саевого не подставляются. Потому что тут Тускра есть. И закрыть какого-нибудь Читата Андаинга было бы неплохо. Тут, Тускар? Тут заходит, смотри. В лесах Тускар. Говорит, алло, пацаны, чё-ка дела? Ну когда же будет врыв? Тускар всё время находится где-то в лесу, где-то поджидает своих оппонентов. Ну и да. Чуть в меду не приняли нас Архангела. Но он слишком быстро бегает для них, скажем так. Чтобы его как-то легко забирать. Ну и что же. Накаляется у нас обстановочка наверху. Ребята фармят просто вплотную. Ну вот. Подлетает Виверна. Барс у нас разлежается в самую Виверну. Но она в колбе есть всё равно. Кидается Томбик. Задерживает хорошо. Очень больно. Бьётся по Виверне. Виверна отходит. Ну да. И Барса на развороте принимают. Эмбера сейвит. Ага. Кидается крест. Ну и крест это спасает, собственно. Эмбера спирита от смерти. Ну неплохо сыграл саппорт. Ну и там Виндрэйнджер убил снизу Геррокоптера. Прям драки происходят одновременно. И сверху, и снизу. Мне кажется на топе наиболее грамотным решением было бы фокусить Даззла. Потому что всё-таки этого Эмбера убить проблема в любом случае. А так как Даззла отдал Грейв от собственно Эмбера, то лучше, наверное, было сфокусить его и уже какой-то хотя бы один фраг, но точно сделать. А так погнали за Двумя Зайзер, кого не поймали. Ну они просто понадеяли, что они убьют его даже сквозь Грейв и заберут у него фарм. Потому что в конце он будет неплохо убивать. Ну да, в принципе. Там просто убивать было нечем даже через Грейв. Уже аниманы ничего не было. Вряд ли бы под товар они пошли. Они просто померли бы там. Ну, может какое-то недопонимание и так далее. Всё равно всё складывается. Более финал. Ребята наверняка волнуются. Ну вот тут Барс летает на Бенедикш, на Бенедикш расстанавливает, ну и домой. Улетает теперь Шейкер. Вот такой быстрый килл от команды ДК. Тандем Даззла и Эмберспирита принёс свои плоды. Ребята сделали килл. И Шейкер не был даже с полными ХП. Он там что-то, по-моему, застоялся. Застоялся. Ну не думал, что так будет агрессировать ДК. Ну и зря. Ну пока всё стихло. Нет каких-то там моментов. Хотя смотри. Феркан сейчас встречается с фартом. Нет. Друг друга попугали. Один взлетел, другой побежал. Смотри, у нас Архангел тут стоит. Делает заявочку на врыв. На Даньга. Ну, тут могут они его принять. Ходор делает ошибку сейчас. Смотри, Мурлок просто залетает. Здорово. Архангел приходит сзади. Ну и Ходор просто умирает быстро. Взял ошибку, что пошёл секрет-шоп, если он просто отошёл к своему товару, то он бы тут выжил. Ну и не получил он какой-то инфы. Вижена там просто на миду. Нет, у него ни одного варда здесь. Ну смотри, в принципе на миду есть, но он не видел просто. Так при чём тут миду? У него нету здесь варда в лесах, чтобы палить вообще движуху, которая здесь происходит. Нет, но он же пришёл через миду. Понятно, но я имею в виду, если борт вард стоял там же, где стоит у Дрэгон Кент, он бы видел даже этого пацана с мидом. Ну да, в принципе. Это такое. Но он же мог следить за мидом, что он там прошёл, в принципе. То есть, ну конечно, вижен бы дополнительный был бы нужен, но в принципе он-то его о нём знал. Ну, мог знать, скажем так. По-моему, он не догадался даже, что он там, потому что всё-таки, видимо, был занят. А Дарксир умирает внизу от Кодора. Что-таки принимает? Кулдаун сработал ещё от Геррокоптера и в итоге Дарксир застоялся. Врывает тут у нас на Виверну. Нет, не будет рваться. Так чётко закрыли. Тут на Бенедикт, смотри, летит колба, но нет. Обратно. А Бекейт, Овни, смотри, очень больно. Дазл, ну Дазл пролез в Таверню. А нет, успевает себя засейвить. Ну и что же? Бенедикт, что с Рюком пробили. Ну и всё, домой. Иршекер. Опять умирает. Ну и беги, смотри, что делает. Просто кидает тычки. Пацанов. Ну смотри, какая драка пошла-то. Один в один. На Дазл и на Шейкер поменялись, в принципе. Ну, такие драки будут происходить довольно-таки часто. Но ребята прям играют вплотную. Стараются давать размены чуть ли не моментально. Ну вот с этого Тинкера, у которого Тревел А сейчас пуш потенциал у команды... Тинкер убегает на Сурже. Чуть-чуть бы забрали. Парта сейчас заберут. Вот. Слушай, в ответку умер ещё и в Сейф Замурлак. Ой-ой-ой, смотри. Парт старается накидать. Тут же разворачивается на Беке. Беке очень больно фокусеет. Беке умирает точно. Ну всё, втроём просто убили Тинкера команды. Сейф Замурлак в любом случае тут не должен был погибать не совсем. Он, видимо, понимал, что его продамажат. В итоге могли не потерять даже его и забрать просто двоих. Смотри, Бенедикшен загуливает. Его отличная связка от Архангела. И Бенедикшена будет явно убивать. Да, Бенедикшен проседает по ХП, но и отправится домой. Антанька будет пилить. Но под тампом это не думаю, что возможно. А нет, говорят, что возможно. Ну, вполне возможно. Ох, как же он связывает его с Крипом. Отличная связка. Он убивает от Ходора. Это домой. Даблкил Архангел при этом ещё делает. У него по деньгам теперь ситуация получше становится. Выносит на себе какие-то деньги с этих двух фрагов. Ну, вот эта связка с Крипом, конечно, капец, сыграла просто. Вот интересно, он её видел или просто килл на Йолу? Скорее всего, кинул на Йолу. Он не видел, что там Крипы-то идут. Но в итоге... В итоге получилось, как получилось. Он связал с этим Крипом. Удачи в Киберспорт не бывает. Бывает только скил. Вот так вот. Хотя вард есть. Здесь у них же есть вард, поэтому, может, вижу, Крипой был. Да, был Крипой. Смотри, как он прям огромный. Да-да-да, был. Здорово он связал, конечно. Ну и смотри, у нас сейчас будет встреча. Друзей на нижней руне. Угнали за гирокоптером, в итоге умерли. Тускар просто сверху быстро умер. Чётко подсейвили гирокоптера здесь, пацаны. Видимо, Dragon Kent решили поагрессировать, найти его, но... Смотри, запаузили. Ворвались в ответ. Ну, пауза бывает всякое там. Какие-то свои моменты. Это как бы технические все вещи. Потом распаузит. Ну, скорее всего, опять у них лаги. Такая ситуация вообще бывает частенечко. Это же киберспорт, так что нечего удивляться. Он не только в киберспорте, даже не в киберспорте, а просто в любой игрушке. Даже в какой-нибудь не онлайн игре, возможно, баги. А тут ещё такие пленные, как интернет и прочая хрень. Особенно ты, когда ты Реборн. Очень много вопросов у дотеров к Реборну. Какие часто вылеты бывают лагом. Ну, всё это скоро пофиксят. Всё-таки недаром это самая лучшая кибердисциплина. Фарта вверху находят. Смотри, должны убивать его, в принципе, фарта. Но фарта, смотри, дико напрягает. Фарта умрёт. Зажали его в капкан. Сказали привет, убили. Ну и всё, и так далее. Смотрим там по нетвортику. 6 тысяч у нас у ВР-очки. За ним следует Тинкер. Ну и... А, уже не Тинкер. Эмбер и Тинкер, в общем, находятся в топ-3. Вместе с ВР-кой. Ну, в целом-то всё здорово. Ну да, тут фиссурой попадает по виндрайнеру, по виндрайнеру, вернее, в Бенедикшн. Но, в любом случае, если бы закрыл, то, может быть, что-нибудь попробовали бы сделать. А так, Архангел просто ушёл тут. У нас в миду прямо заретачиваются силы. Но нет, ничего не будет. Смотри, а вижен-то у команды ДК преобладает на карте, если так посмотреть? Хотя нет, он, скорее всего, равный. Да, ровно 3 варда и там, и там. Вот это ребята хотят видеть всю карту. Знают, что из Виженом потом складываются многие моменты игровые. Такие, как врывы. Допустим, если ты хочешь убежать. В общем, ребята знают, что делают. Но они не зря здесь оказались. Достойно они друг друга, как минимум. Шекер постоянно. Вот звук фиссуры прям по всей карте. Ударяет в лицо этой шпалой. Ну, он тут пытается остановить пуш, потому что неохота терять, конечно, вышечку. Но вот сюда ему понадобится в любом случае какой-то сайв ТП, потому что один на этих двоих пацанов не остановит. И ещё и фиссура не точная. Смотри, врывается парсик, кидают в него станчик. Ну и Бенедикшена будут, конечно, сейвить, но не успеет точно. Ну и на развороте залетает, кидается топ от Ходора. Ходор будет у нас врываться за нечистой силой. Даззл зря остановился, ударил за МПК, ну и сейчас можешь поплатиться. Кидают его верно. Очень больно ему кидают. Ну и всё. Даззл точно домой отправляется. Мурлок ещё умирает от ракеты. Ой-ой-ой, какая грязь. Просто кидают ракетку, умирает Мурлок. Причём он кинул её вообще не в Мурлок. Да, только долетела свою цель. Нашла. Пока просто ПКД отправляет сюда этих роботов. Скушить вообще не получится никак этот миддл. Хотя, в принципе, он по любой стороне на этих травалах летает. И вот, наконец, травала появляются ещё и у Барса. Ты посмотри, 5-1-1 у нас у ВР-ки. Неплохой, кстати, КДА. И 4-2-1 у Тинкера. Ну и 3-0-6 у Эмбера. Неплохо ребята катают. Делают те самые необходимые киллы. Ну и по Крипстату, конечно же, неудивительно лидер Тинкер с Герокоптером. Ну, грубо говоря, Дерри-то не первое место. И это неудивительно. Неудивительно. Ну и ребята потом будут разваливать. Особенно Герокоптер. Ну и Тинкер, в принципе, тоже. Постоянно теперь этот звук ТП будет по карте от Тинкера. Ну опять Бенедикшен останавливает у нас пуши. Дает фиссурки. Смотри, внизу. Ну тут по мальчему сейвит свою тавуру. Беги, дает рассказ, сейв Мурлок. Залетает от нас Ходора. Ну и просто убегает. Кидается, конечно, Томп. Будут стараться забрать Тускара. Перед его Ходор. Залетает Беги. Сзади ты мажешь Мурлоку. И Мурлок умирает. Точно. И тут же Архангел получает Ракгил Берридж в лицо. И там же Барс. Убивает Решейкера. Наверху. Архангел. Старается и убежать. Но не получается пока что. Прилетает Дазл вовремя. Ну и сейвит. Отлично. Дазл сыграл просто здорово. Прилетел. Подсоил своего друга. Ну и все. Сыграл хорошо. Неплохо сыграл. Он подавляет. Радиансы. Сыграл хорошо. Вот как же Беги раскидывает свои ракетки. Постоянно они летят в лицо. И очень неприятно. Где-то по 200 урона. Особенно Дазлу. Который не самый толстый персонаж вообще в Досе. Ему прилетает этот рассказ. Болезненный. В общем очень плохо. Ну и внизу. Крут ли какая-то драка. Беги тут зашел. Намекунув что я могу как бы вам тут раздать. Ну вот опять же это ракетка по Дазлу. Как же неприятно. Ну да. В любом случае из себя выехали до него. Он все в максу реально шадоу вейв. Потому что поэтому все его как бы тиммейты. Если проситают даже как бы эту отхиливают он их очень-очень быстро. Еще бессурнаюсь. Да, на ранних лавелах конечно этот отхилл он реально прям очень-очень много пользы приносит. Ну глянем конечно графики. Ну жидика конечно преимущество пока у команды ДК по галде. Но все-таки оно есть. Там на топе. Эх, не связанец. Все-таки связала. Слабо, да. И теперь его запилили. Бар запилил его. Архангелл когда прокатали. Но я думаю это не принципиально. А бой ему был нужен. Ну и теперь еще и этот тавр они спилят спокойно. Вот эта связка иногда работает не то что не четко. Она как-то связывает непонятно. Бывают такие моменты. Не, ну здесь он четко его берет. Хорош какой-то цепляет. Ну вот так вот. Ну и внизу у нас будут стараться пропушей. Вот они стараются постоянно убить Хиркана. А у него смотри, все в принципе неплохо. Уже заварил себе блинкдаггер. Стоя в сложенной. Ну неплохо отыгрывает. Ну и в целом что. Ребята сосредоточились на низу. Пока каких-то действий не будет в ту сторону. Ну и наверху смотри. Старается пропушить у нас вышку команда ДК. Ну и прилетаете верно. Архангелл тут его заобнил. Просто быстро. И четко. Видел, как он в лицо заныкался просто и вышел и забил лицо. Да-да-да. Да и сейчас теперь я сюда надо всем стягиваться ребятам из команды Проксима. Сейвить этот тавер. Не нужно давать им кушать. И что собственно они делают уже два топа себя. Ну и просто дойдут драги ребята из Драгон Кент и в итоге там найдут свое счастье на других линиях. А вот кабун кстати что у него тут по нетворту да по деньгам. Четвертое место по нетворту не самое лучшее конечно. Но тем не менее у него уже агроклаб и бэлдов стрэнч есть. Ну все равно стараюсь что-то фармить естественно. Не ну он фармит, фармит. Но просто дело в том что даже Барс фармит намного лучше сейчас и Верк тоже перефармливает этого герокоптера. При том что та же Верк... Смотри у нас врыв идет на Кабума. Герокоптер сейчас старается убить варпанч. Держи Кабум. Старается на Рокетберджем рассказывать. И очень больно. Ой-ой-ой. Это даблап по-моему будет. Нет. Но все-таки забирает Веркана. Нет. Сейвить конечно его Дазл. Но Дазл сейчас умирает тоже. Вместе с Дарксиром. А нет Дарксир у нас спасает его Даггер. Улетает. Ну и Дазл тут не представляю что он может спасти. Ну и просто разбивает его. Пам. Бекей ур... Просто взорвал ТП Бекею. Бекей старался улететь. Но увидел что Дазл живой и пришлось его сбить. Жемочек она с Дазл. Выживал Дазл. Тянул время. Ну... Тиммейты как бы предприняли решение что лететь сюда тратся пока это не самая лучшая затея. И в итоге... Архангел еще кого-то там убивает. Уже Ходор и на этот раз. А то Архангел конечно делает грязь на карте. 8-1 у него когда это... Это жесть. Архангел сейчас реально жесткий парень. У него Аганим есть. И под Аганимом в ульте он там... Очень быстро она стреливает. Главное не давать, чтобы его фокусили. И тогда он будет вливать очень много дэмэджа. Ну пока-то... Кое-кое преимущество в сторону ДК. Все-таки она продолжает расти. Ну и будет нас, наверное, драка снизу. Нет, ультает тут. Ну Мурлок видел как бы. Наверное мог ворваться. Но успел ли? Вот в этом вопрос. Ну и что же. Пока все успокоилось. Вот после килла Архангела. Пока ничего не происходит. Кабум, правда, Эншин так очень неплохо сейчас расформит. Тут у него несколько стаков и денег ему прилетит очень-очень большое количество. Сейчас у нас будет врыв на Виверну. Смотри, ребята обозначили, куда идти. Ну и Виверна, как чувство, чуточку отходит. Ну имеется тут ворды у нее. Архангелл врывается. Отличная связка на БиКея. И кинул Тун в вышку. Ну и БиКея не удается, конечно, убить. Это был мисклик или просто... Так, у нас врыв на Ходора. А нет, это Ходор рывается. Смотри, как же жестко обняет команда. Умирают у нас Дарксир. Фитеркан ушел. Архангелл тоже заобнили. Ну и домой. Минус 4 от команды Проксима Гейминг. Ну и тут бегают. У нас что, Бенедикшен? Да, забирают они Бенедикшена. Ну и Барс тоже. Ким Вайп. Бенедикшена забирает Барс там каким-то образом. Потому что Бенедикшен чересчур регрессировал. Так бы могли даже Бенедикшена не потерять. Возможно и сделать там 5 в 1. Но в любом случае 5-2 это очень-очень неплохо. Бенедикшен все-таки саппорт и его терять не так уж. Не так уж обидно. Тим Вайп в итоге исполнение. Тим Вайп, да? Ну и получили нереально пусту в морали. Когда ты убиваешь пятерых, это же очень здорово. Главное, что они перевернули графики в обратную сторону. 2000 они отбили как по ИСП, так и по Галде. Не, по Галде они отбили более 4000 уже. За вот эти вот драки. Вот. Об этом и стоит говорить, что мол, ты ведешь как бы так. Ты, Юрли, возможно и выиграл. Но потом одна драка 5 на 5 меняет все в корне. Вот так вот. Драгонкент, да есть, не очень удачно ворвались. Потому что пацаны из Проксим растянули их немножко. И в итоге там Барс пошел в одну сторону. Тут трое ребят пошло в сторону направления нижней рудни. Их тут поймали, убили. И потом уже просто по одному начали одеваться потихоньку Драгонкент. Драка для них получилась не самая хорошая. Ну сейчас им нужно не проигрывать больше таких драк. Иначе потом догонять своих оппонентов. Там будет уже очень сложно. Нарисовали какой-то график передвижения. Ну внизу вышка очень долго не падает. Ребят прям стараются запушить. Но пока что-то не получается, если честно. Драгонкент с нечистой силой сейчас пушат топ. Это маякуют сюда у нас Винтер Виверна, что надо делать ТП. И тут же ТП мгновенно от Тинкера. Ну и как ты тут закушаешь против этого Тинкера линию? Вот против Тинкера. О, кстати, смотри, связала ВР-ка Тинкера. У Тинкера большие проблемы. ВР-ка продолжает его настреливать. И в итоге умирает Тинкер. Кстати, вот здорово. Он сделал туда, получается, даггера, он с даггера туда влетел. Он не подозревал, видимо, что там стоит ВР-ка. ВР-ка это дело спалила и связала. В итоге Тинкер-то отдался вообще на ровном месте. Ну да, есть такое дело. Ну и будет нас падать вышечка. Команда ТК не собирается, конечно, отдавать тут никакое преимущество. Ну, конечно, чуточку получилось. Но в любом случае ребята будут стараться нагнать свою форму, которая у них была где-то в Верли в начале игры. Смотрите, возможно, будет драка. Видит Ходор Дазла. Так, у нас просто сзади Архангел цепляет Бенедикшна. Бенедикшна отправляется домой. Отличная связка и отличный килл. Ну и врывается Кабум. Рокетберридж на Феркана с Архангелом. Попадает двоих. Феркан. Феркан проседает. Отличная связка от Архангела. Как же больно Кабуму. Кабум отправляется, скорее всего, в таверню. Ходор точно, но Кабума чуточку подсывили. Но все-таки он убирает. Там шиклшот прошел четверых, по-моему, если я не ошибаюсь. Сыв это. Да. Поэтому отличная драка от Драгон Кент. Архангел вообще много чего сделал в этом замесе. Просто тим Вайп Рокер. На ровном месте. Да, и по-большому тим Вайп. Ну Тикар, конечно, старается. Ну вот, ребята, вернули себе то самое преимущество. Зальтает Архангел и будут... Они сразу на ХГ заходят. Смотри, на 27-ую минуту. Времени будет терять. Тут же сразу байбэк. Путь взлет от Тинкера. Барс. Да, Тинкер врывается, но Барс, конечно же, уходит отсюда. Зато он и Эмбер. Крайне мобильный персонаж. Ну и все. Показали, что могут команда ДК. Отлично все сделали. Убили. Маленечко показали, что дерзкий. Зашли на ХГ. Все. Ты уже не будешь так... Не развели на выкуп, развести? Не развели на выкуп. Это тоже очень важно. Да? Того же Андайнга развести на выкуп. То есть он потерял и денег. И для него это, конечно... Очень-очень неприятная ситуация. Но если бы развели какого-нибудь гера бы еще, то тогда был... Смотри, тут Архангел ищет кого-то. С инвизиком. Архангел найдет сейчас Бенедикшена. Но я не думаю, что он будет атаковать. Будет атаковать. Барса, смотри, Барса заходит. Да, будут явно связывать. Просто Виверну старается убить. Но тут же сразу яхо слэм от Бенедикшена. А Бенедикшен старается всеми силами заслэмить. Но тут же... Да, убивает Архангела. А вот фокусить Виверну была ошибка. Потому что Виверна в колбу опустится, и ее уже не пробьешь. Ну, блин, тогда если фокусить того, она его опустит в колбу. То есть тут вопрос не в колбе, вопрос как быстро ты убьешь. Нет, нужно было просто связать и помочь забрать как бы Барса. Пацана, а вот фокусить ту же Виверну, ну, блин, она в любом случае бы выжила. Ну, хотели убить двоих, но там же ребят пришли, тут Барса сразу убивают. Как же сильно бьет Тинкер с прокаста, ну, блин. Очень грязный герой. Впрывается, тоет ульту. Дагон, ну и так далее. В общем, большое количество урона за короткий промежуток времени. Да, да, все это о Тинкере. Ну и пока что там у нас по графикам? Ну, по нетвору, смотри, 15 тысяч Тинкер неудивительно находится в топе. На втором месте Айберспирит и на третьем Геракоптич. Ну и по графикам. Вот этот Гравити Дефайв все-таки идет в сторону Дикей. Пока что не удается вернуть свое преимущество, которое некогда было. Ну и будут сохранять его, естественно. Ну и пока все стихло. Так, у Феркана имеется уже тапок апгрейденный. Мурлок запасся кейпом. У Дазлика тоже есть тип. Но ребята прям будут уходить в инвизы. Ну и Архангел имеет огромное количество дэмэджа с руки. Ну, естественно, под ультой, под фокус фаера. Ну и что же. Барс уже БФ с Кристаллисом. Неплохо фармит. Смотри, сейчас могут поймать Архангела на низу. Барса могли поймать попытаться, ребята, из команды Проксима Гейминг. Тут, смотри, падает Рошан просто изи. Архангел его пилит. Смотри, как он шустро падает. Вот один Кристаллис в руке, считай. И огоним. Спалили сейчас Барса, проходящего здесь. Теперь ребята из Проксима знают, что здесь падает Рошан. Одар сюда идет. А вот сейчас, может быть, врыв. Нет, врыва не будет, но... Было бы крайне неприятно, если бы ты стоял на Рошане, тебя сзади просто бы с вами, привет, друг. А давай Егис. И уходят отсюда. А, понятно, вы сбриваете Рошана. Ну, опять драка откладывается на неизвестное время. Хотя, если Архангель сейчас кого-нибудь найдет... А он драка откладывается командой Проксима. Они понимают, что сейчас драться. Это вообще бред. Там два раза будет жить тот же Архангел. И проблемы у них возникнут тогда просто... Просто огромные проблемы. Поэтому они закрываются вот здесь у себя под таверами в четверо. Ну, вышка падает на низу. Бой, какую колдишку получает в целом. Ну и Тилкер все... Больше и больше фармит и отрывается семильными шагами от остальных членов своей команды. Да и команды противников в целом. Смотри, у нас сейчас будет финальный деф. Ну, не финальный, а, скажем, очень важный. Залетает нас Архангел. Отличная связка Ходора и Кабума. Ходора жестко фокусит. Тут же колба его сейвит. Ага, Фиркан, залетает отличная стяжка. Эхо слэм. Здорово. Но, подожди. Что происходит? А, фокусят Мурлока. Бенедикшен очень больно. Архангел в это время не знает, что делать. Его расфокусили. Сбривает Аегу. Ну и там убивает герокоптер Тускара. Что-то они нереально растянули драку. Ну, в итоге одного потеряли. Плюс еще Аегис можно считать двух. Ну, вот опять же, я отмечу тот факт, что вот ты сейчас видел, что бывает, когда ты в РК и фокусишь Винтера Виверну. То есть ты, по сути, не делаешь ничего. Она в любом случае выживет. Она упустится в колбу, и она будет даже хилиться под твоими этими тычками. Ты там настолько особо-то дэмэджа не внесешь. Фокусить Виверну, вот так он не фокусил Виверну. Он же брал этого в Кабума. Он кидал Ван Дайнга, а Верна кинула... Он напиливал Виверну. Нет, в смысле, он с ульты, по-моему, напиливал Виверну. Ты про Архангела сейчас Виверну? Нет, он хил Кабума, это точно. Ну, по крайней мере, первые секунды пять, то есть драки. Ну, потом, возможно, да. Ну, окей, но мне казалось, что он все-таки напиливал Фарту. Ладно, в любом случае, для команды Проксима эта драка уменьшалась успехом, потому что могли они тут просесть, так как преимущество их оппонента все-таки было в лице Аегиса и прочей фигни. Но, в итоге, они отъехали этот Тауэр и даже смогли заработать какой-никакой фраг над Ускаре. Ну, первые секунды две-три, по-моему, урон вообще ни по кому не проходился. То есть, у всех было примерно фулл здоровье. И там было непонятно, кто все-таки же дымажит больше и лучше. Ну да, там было много прокаста и в ответ много отхила там. Да, да. Поэтому никто не проседал. Когда уже отхилл тот самый закончился, тогда уже начали потихоньку умирать герои с одной и с другой стороны. Беги, залетает на Мурлока. Мурлоку очень больно, но все же не должен наживать, что он... Хотя выходит в кейп, но тут же эти, смотри, какие мелкие его едят. Ой-ой. Ну и почти. Почти. Почти забирает на Тускаров. Но что-то не пытает. Казалось бы, смотри, есть у вас тинкер, но кушат вас что-то нереально сильно. Давление создают треки Кен. Знаю, что делать, но опять же вернемся к графикам. Ну, в графике там будет твориться непонятная ересь, все время вверх-вниз. В общем, качели, одним словом. Но по нетвордству, как и прежде, тинкер находится в топе и на втором месте находится Эмбир Спирит. Ничего не меняется. Фодра связывают. Будет ли врыв? Нет, не будет врыв. А бутер на бар, смотри. Просто проседает Эмбир Спирит за секунду. Ваншот у него БиКей, ну и домой. У него Дагон 3 уровня, там дэмиджа хватает магического БиКея, поэтому есть смысл для ребятов из Дрэгон Кент обзавестись какими-нибудь артами типа БКБ и прочее. Да, БКБ я нам пригодится, но денег-то нет на НПКБ, пока что, команда давит. Не, просто как бы у Эмбера там есть, понятно, что Дейдалус есть, другие хорошие предметы там, где же Тревелан, но он в любом случае помирает от магического Прокаста. Его встанет и просто убивает Прокаста. Ну да, еще этот Тинкер крайне мобильный. Смотри, Даззл что-то отвалится, нет? А партиток нету, Даззл палится зачем-то, но БиКей будет вас дожимать, кидает на себя вот, смотри, какой Даззл агрессивный. БиКей это больно, больнее, чем Даззлу. БиКей отсюда улетит. Понимаю там, что его тут Даззла не убить, Даззл отсюда уйдет. Без проблем, конечно, что сюда стянулись. Даззл просто вовремя улетел, его чуть не убили. Залетает у нас огромный ком, на ХК залетит? Нет, не залетел. Не хватило размера кому, но в целом нормально, все прошло. Ну по Нетвордсу, по-моему, лидеры вообще не меняются. Там Тинкер, Эмбер, Керокоптер, Виндрам. Постоянно в топе, ну и там где-то сзади еще и Драксир. В принципе, все формят кто-то должен. Тут не поспорить. У любой представитель из команд есть деньги на артефакты. Деньги имеются по графикам, там вообще все в нуле, поэтому ситуация сейчас по деньгам тоже равна. Три минуты ребут у ребят. Ну вот первый ребут. Самая, наверное, положительная пауза. Ну естественно, тут ошибок просто нельзя допускать, серьезно. Какие-то лаги их нужно устранять, потому что в замесе каждая секунда будет тебе стоить драки. Пока прощелкаем героев. Посмотрим, что у кого. Ход уже уферканчика. Нафармил себе Архангел, ну там у него все в дэмэш уходит. Диадал уже и скаминг. У двоих героев команды Дрэгон Кент есть Глиммер и Кейп, поэтому запотел, соответственно, немного Бенедикшин, купил Досты. Конечно, два Кейпа, это уже чересчур. Просто уходишь, все. Да, Досты пригодятся явно. Ну и в целом, команды сейчас идут, грубо говоря, ноздря в ноздрю. Какого-то лидера на данной карте явно нет. Ну естественно, можно посмотреть, допустим, по потенциалу в драке, допустим, 5 на 5. То, что, допустим, у команды Проксима чуточку поболее будет урона по площади, чем у команды ДК. Ну, а вот именно направленного, наверное, у ДК все-таки больше. За счет того же ВРки, Эмбера и Тускара. Ну, опять же, потом, как бы чуть попозже, у какого-нибудь Тинкера, а у него уже есть Лолки, прогрел момент, у него есть Хекс, поэтому та же ВРка может стать бесполезной в этом замесе. То есть Тинкер может, в принципе, выбрать любую себе цель, которая просто очень быстро отъедет, так как он ее за Хексит, раскастуется, и там мало не покажется тому герою, которого он выберет своей целью. И, в принципе, для меня Архангел является такой прям, ну, явной целью, если там выбор между Барсом и Архангелом, я даже не знаю, кого бы я выбирал. Скорее всего, все-таки Барса, потому что его ловить потом трудно будет. Как-то он быстро ребутнулся. Замечательно. Ну, бывает, да. У нас. Писрум. Понятно. У ребят уже свои термины и так далее. Ну, мы ждем все-таки. А, уже все, что ли? У Мурлока очень прикольный сет на Тускаро. Пират такой. Да. Арх. Так, где он вообще? Да. Ну, да, в принципе, как ты говорил, кейпы есть, есть до ста, так что, наверное, от них прок-то все уменьшается. С каждой минутой, скажем так. Ну, драки пока не будут. Ну, вообще, как думаешь, за сколько закончится эта катка? Сейчас 30. Как и может продлиться долго, если ребята не начнут... Ну, то есть, имеют и тех, и тех, набирать какое-то преимущество, а именно врываться в драки. Если вы все вот так вот будут потихоньку сейвиться, формить, 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 то эта игра может очень долго нам затянуться. Но пока, чем дольше сейчас ребята из Dragon Kent боятся выходить драться, тем больше ребята из Proxima начинают чувствовать уверенность, да и к тому же, у них там Кабум неплохо уже формит. У него БКБ есть в ответочку. Кстати, что там у Эмбера, не думает ли он про свое БКБ? Возможно, думает, но денег пока нет. Да, думаю об этом я, но когда-то особенно от Тинкера умираешь за секунду, об этом сложно не задуматься. Ну вот, Windranger решила, что ей не нужно пока БКБ, она покупает себе Demon Age, и это будет либо МКБ, но вряд ли, скорее всего, опять Дейдаус какой-нибудь, или МКБ. Хотя промахи там ни у кого не намечаются, поэтому, наверное, все-таки критика поважнее для БКБ. Прямо будет сейчас на низу файт, жесткий, БК залетает по ничьей силе, Даззл постарается сейвить, Феркан залетает, Эхо Слэма отличный по троим, Мурлоку очень больно проседает, Феркан тоже пилит, Мурлок кидает Грейп, живет пока под Кейпом. Врывается, БК, мгновенно сбривает Даззла, ну и Феркан кое-как уходит. Если Феркан идет, то это будет отлично. Это здоровская даже ситуация, причем, пофиг, что умер Даззл, это прекрасная ситуация для команды Dragon Kent, они там реально могли отъехать все. Втроем, их фокусили всем, чем только можно. Барр, заходят на Кабум, а тут же от Архангела связочка, Кабум! Слился просто мгновенно, еще и садоджил. Ой-ой-ой. А вот Даззла разменивать на герокоптера не самое лучшее. Да, это такое себе. Вот спас же тот Кейп, про который ты говорил. Вот ушел в лес, там отэпэхался и все. Спасибо Кейпу за это. Да, могли троих потерять просто внизу, но благодаря вот этому Кейпу. Один спрятался в лесах, улетел, второй просто очень быстрый пацан, и вот там очень трудно ловить. Это про Дарксиро, как раз говорю. Мобильные, кстати, ребята в команде Dragon Kent все, ну за исключением от какого-то Даззла там, да? Хотя у него Климер Кейп хотя бы есть. Хоть так, может, как-то и выедите. Но опять, ребята, ушли фармить по своим лесам какую-то галдисточку выносить. Я говорю, тут файт, фарм, фарм, файт, фарм, фарм. Так может реально долго длиться. Но ребята потеют, но я думаю, кончится за час точно игра. Не, ну это понятно, да? Тут, по идее, по большому счету, если подставится команда и поумирает, то есть сейчас на данной минуте уже очень долго происходит процедура именно возрождения. Как бы там сидят в таверне очень долго пацаны, и это отличная возможность прокушать. Поэтому умирать сейчас не надо, особенно вот так вот, как это сделал Гирокоптер. Но считаю, знаешь, он вышел просто из-под ХГ, просто заглянуть, посмотреть на фарм. Смог, 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 смог. Да, смог. Смог в исполнении Dragon Kent. И сейчас они реально могут зайти в спину, их найти какого-нибудь здесь Ходора. Ну, Ходор, смотри, он чует, просто уходят сюда. Они закрылись, потому что нету вишена у них. Они понимают, что нигде нету команды Dragon Kent. Они либо на Рошане, но на Рошане они вряд ли, потому что Рошана нет. Смог на смог, смотри. Сейчас будет тики файт. Менедикшен врывается. Дает станд. Залетает нас Феркан. Быстренько стягивает всех. Очень больно представляет команда Прокси. Прокси. Но Феркана в ответку бьют. Капум, сливается. Сейвбурлок как-то живет, непонятно. Спасает его, нет. Умирает сразу же. Архангел у нас просто овнит. Пикей. Ну и все. Связь, конечно, помогает, но не сильно. Ну и Барс. Со всех ног бежать. Ну да, он бежит. Ну вот про что я и говорил. Dragon Kent теперь очень много у них героев послевалось. А так как в команде Прокси мы есть еще такие пацаны, как Тинкер, сейчас они должны с этого какую-то пользу извлечь. И возможно спушить нижнюю линию. Почему нет? Там долго еще не будет. Ну да, вот просто фактора неожиданности не было. Команды были готовы к файту. Что та, что другая. Но в итоге получилось так, что команда Прокси оказалась сильнее. Они в пятером собрались на миду и пошли в висок чекать. Ну и, собственно говоря, нашли свою шерсть. И убили. Вот так вот. Ну не получится здесь правда спушить. Барс сюда приходит и крипов разбивает. Ну а сейчас опять будет фарм. Но пока что 5 на 5 драках мы, конечно, видим, что выигрывает команда Прокси. Там понимаешь, что Амэха Слэм здоровский зашел. В принципе и стенка-то была неплохая. Но вот Бенедикшен, он вроде как первый. Бекей врывается на Дазу. Дазу мгновенно сбривает. Слетает комочек Бекей. Старается заунить они Тинкера. Но Тинкеры хиксуют Мурлока. И Мурлока будет очень больно. И Феркан подходит снизу. Но не хватает пока что урона. Мурлока убивает. А вот у команды Прокси хватает урона сполна. За счет этого Тинкера. Сколько там выливают урона? 200 урона. Сейчас Dragon Kent потихоньку начинает сыпаться. Да, судя по всему, так оно и есть. Эти графики в нуле. Что те, что те. Но все-таки большую часть времени они находятся на стороне ДК. Но все же, что-то по дракам это не особо видно. Да, вот именно в массовых драках до 5 на 5 все-таки преимущество у Прокси мая явное. Потому что даже вот это вот казалось бы, казалось бы, там преимущество по XP и по голде, которое должно было бы играть на руку в команде Dragon Kent. Оно и на руку не играет. Они все равно в драках проигрывают. Ну и будем стараться пропушить вышку, никто в принципе не мешает. Че тут просто тусят. Там сплит пуша на топе идет в исполнении Эмбера. Ну и пока получается. Тут Тинкер. Привет. Ну очень неприятно потерять Тир-3 вышку. Теперь бараки на топе биты. И как такое, допустил тот же Тинкер? Непонятно. Посмотрим слишком поздно и видел. Ну да, бывает такое, когда отвлекаешься на что-то и вот теперь. Благодаря Эмберу спушена эта линия. Там фишка в сторону, и есть же оповещение. Да, но фишка в том, что Эмбера тоже здесь первала, поэтому он там подкриповал, и будет в любом случае прилетать. Смотри, еще один, еще один Рашан. Да, Рашан падает. Ну и да, команда ДК забирает Рошанчика в свою копилочку. Ну и команда Проксима Гейминг не будет явно никак ДП. Но сейчас будет драка. Точно, ребята, получили кое-кое преимущество. Их теперь шестеро, ну и считается Егой. То, возможно, это и получится. Но он врывается у нас на Ходора. Дается барьер, отличная стяжка. И ну и домой. Сейчас неплохо, только надо продолжать развивать эту ситуацию. Одного Ходора забирать пока что мало. Нужно что-то пушить, нужно ловить кого-то. Да, есть варианты, что ли. Закрыли Винтерверну, но что-то далековато закрыли. Пока боятся, ребят, за хейт настолько далеко, потому что лицо отрывается просто на раз-два. От того же Тикера. Ну и ребята, стреточились в миду. Атмосфера явно накаляется, так что будем смотреть. Как бы сейчас не загулял Архангел. Кабум, прекрасно видит ситуацию. Там Барс пытается засплитушить, кстати, он нерв за месяц. БиК кидает хекс на Мурлока, он сразу в кейп. Архангел старается зафокусить БиК, но Архангел тоже дэвид себя. Эхо Слэм неплохо залетает, только, к сожалению, двоих. Феркан пока живет, залетает Мурлок. Мурлок, комнист, минус 4. Выкупается? Подождите, там был минус 5. Там было минус 5, там выкупился просто Бенедикшн. Блин, я смотрел за Барсом, он когда залетел в Д, в замес он нанес по половине хп и 7 урона. Он снес пол хп. Ну и Бенедикшн тут старается тоже забрать, ну и Бенедикшна просто об нету. Домой. Это минус 6, это минус мид, это минус стоп, это скорее всего минус игра. Да, вот такой нереальный выпад от команды ДК. Казалось бы, сыпятся, казалось бы, проигрывают. Да, не могут выиграть в драки, но правильная реализация своего выхода. Забрали они Андаинга, потом уже пошли забирать всех остальных. Здорово. Сыграли? Ну и падает.